МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Народные новости в студии Татьяна Бажанова. Здравствуйте. В начале выпуска его главные темы. Диалог с населением в Мордовии провели образовательный форум интернет-коммуникации в деятельности органов власти и местного самоуправления. Праздник добра и мира мусульмане Мордовии встретили у Роза-Байрам. С заботой о природе и людях в Саранске продолжается акция «Чистый город». И в пир, и в мир, и на сцену жительница Тенегушева создает своими руками уникальные изделия. Они ближе всего к людям и первыми узнают об их проблемах и чаяниях. 21 апреля – день местного самоуправления. В профессиональный праздник сотрудники городских, районных и сельских администраций принимали поздравления в Доме республики. Подробности далее. Она всегда решительно настроена и готова найти выход из любой ситуации. За 15 лет работы главой Рождественного Баевского сельского поселения Анне Спириной приходилось решать сотни вопросов. На ее плечах лежит ответственность за три села и почти три тысячи жителей. У каждого свои проблемы и чаяния, о которых Анна Спирина узнает одна из первых. Обязанностей у главы сельского поселения очень много. Можно сказать, что день у нас ненормированный. Могут позвонить в любое время суток, и приходится вставать даже ночью и бежать куда-то. Что-то случается, если, например, в данный момент пожары. Где-то загорится трава, где-то у кого-то дом, если вдруг. Больше всего жалоб поступает на дороги. Эта проблема решается постепенно. В прошлом году в сельском поселении свежий асфальт уложили сразу на нескольких улицах. Участие в федеральных проектах тоже зона ответственности главы. От вовремя и правильно поданных заявок зависит благоустройство общественных территорий. Работа с заявками и бумагами скрыта от глаз местных жителей. Зато конечный результат может оценить каждый. Площадку сделали детям хорошо? Площадку детям. Вот здесь вот асфальт положен. Асфальт хороший сделан? Асфальт, да. Вот этот дорожные пешеходные переходы. Сделать детям площадка сделана. Видно, да, то, что стараются для населения. Работа в режиме нон-стоп и небольшой перерыв, разве что на поздравления в профессиональный праздник. В торжественной обстановке Анну Спирину наградили за добросовестный труд. Теперь она заслуженный работник органов местного самоуправления Республики Мордовия. Помимо нее, обладателями высоких наград и званий стали десятки сотрудников органов местного самоуправления. Эффективная работа на местах, ваша деятельная работа определяет позитивные изменения и в благоустройстве городов и сел, в развитии социальной инфраструктуры, обеспечении порядка в жилищно-коммунальном, дорожном хозяйстве. Затрагивает любую ветвь жизни каждого отдельного человека. Это самые чувствительные, самые острые вопросы. Вы это знаете. Каждый день с этим сталкиваетесь, просыпаетесь, ложитесь с этими вопросами. Глава Республики подчеркнул, сейчас перед сотрудниками органов местного самоуправления стоят новые сложные задачи. В первую очередь, поддержка бойцов и оказание помощи их семьям. Причем работники не только обеспечивают надежный тыл. Например, Игорь Матвеев, начальник отдела специальных программ администрации Инсарского района и сам принимал участие в специальной военной операции. Он добровольцем пошел служить в зону СВО, а после окончания контракта вернулся на родину и продолжил работать на прежней должности. Хочется поблагодарить вас, жителей нашей Многосациональной Республики, за те добрые слова, за материальную и гуманитарную поддержку. Начало операции я стал ее участником. Многие мои друзья в данный момент выполняют долг перед Родиной. Мы победим, победа будет за нами. В день местного самоуправления подверли итоги конкурса лучший муниципальный служащий. Наградами отметили тех, кто вносит вклад в социальное и экономическое развитие населенных пунктов, обеспечивает безопасность жителей. Глава Барашевского сельского поселения победил в номинации, связанной с благоустройством населенных пунктов. За последние годы в поселке проделана колоссальная работа. Это и новые дома для переселенцев из аварийного жилья, открытие долгожданного дома культуры, установка детской площадки. А сейчас началось благоустройство центральной площади. Главой работы я с 2013 года. Начал работать в администрации в 2012 году. Я полгода еще работал как заместитель главы. Вот с 2013 года, в этом году юбилей. И награда, кажется, дало знать, что работаю в правильном направлении. Сейчас в органах местного самоуправления трудится свыше 5000 человек. Благодаря их слаженной работе и активному участию в федеральных проектах за последние 4 года было благоустроено 18 парков, 25 скверов, 286 дворовых территорий. По программе капитального ремонта школ в прошлом году привели в порядок 13 зданий в 9 районах. В этом преобразятся еще 19 школ в 8 районах. Ольга Данилова, Станислав Семин, Сергей Соколов. Народные новости. Предметный разговор. В Доме республики обсудили доклад о результатах деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мордовии. С какими вопросами обращались представители бизнеса, какова динамика роста экономики региона, о планах на 2023 год, расскажем в сюжете. В прошлом году Институту Уполномоченного по защите прав предпринимателей исполнилось 10 лет. За это время была проделана колоссальная работа. Показательным для Мордовии стал и 2022 год. Глава Мордовии дал высокую оценку деятельности аппарата, но подчеркнул, расслабляться не стоит. Ситуация не всегда однозначная. Если есть обращение, не значит, что есть нарушение прав. Мы должны это прекрасно понимать. Есть нормативные акты, есть в конце концов право потребителей на защиту своих интересов, жизни и здоровью людей. Поэтому этот вопрос архисложный и с ним надо разбираться очень внимательно. В 2022 году перед регионом была поставлена важная задача – создание регионального оперативного штаба в связи с проведением специальной военной операции. Поручение было выполнено. Работа оперативного штаба организована. За период работы штаба поступило 25 обращений. Все они были отработаны. 14 обращений имели положительный результат. Ключевой частью работы в 2022 году стало выстраивание эффективных коммуникаций между бизнесом и органами власти. Были четко налажены взаимодействия с органами прокуратуры, депутатами от Мордовии в Государственной Думе России. Кроме того, аппаратом уполномоченного были организованы три встречи главы республики с бизнес-сообществом. По итогам которых Артем Сдунов взял на личный контроль 25 поручений. Важной частью в деятельности уполномоченного в регионе за прошедший год стала работа с жалобами и обращениями, которые поступают от бизнес-сообщества региона. В 2022 году поступило всего 299 жалоб и обращений. Из них 141 от юридических лиц, 140 от индивидуальных предпринимателей, 18 от физических лиц. Если по характеру, то мы видим 272 жалобы, это административные. 27 жалоб поступило уголовных в 2022 году. Из 299 жалоб было 3 коллективных жалобы. Важным событием для уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе стало тесное взаимодействие с платформой за бизнес.рф. В январе прошлого года провели совместное мероприятие «Конференция за бизнес. Рейтинг регионов. Мордовия». В его рамках было подписано соглашение о сотрудничестве. В взаимодействию власти с бизнесом в регионе Элина Сидоренко дала высокую оценку. Есть проблема в регионах. Это недоурегулированность и какое-то недопонимание между бизнесом и властью. В регионе, в республике мы наблюдаем, что это понимание есть. Сегодня и тот отклик, который бизнес продемонстрировал примитивно к специальной военной операции. И то, как сегодня власть очень трепетно относится к вопросам, в том числе выполнения обязательств по государственным контрактам. На самом деле много о чем говорит. В завершении встречи Елена Юрченкова озвучила предложение о том, как можно улучшить работу аппарата в республике. Ирина Суконкина, Александр Овчинников. Народные новости. Быть в контакте с населением и быстро реагировать на обращения в соцсетях. Этому учились члены регионального правительства и главы районов республики на образовательном форуме интернет-коммуникации в деятельности органов власти и местного самоуправления. В обсуждении приняли участие также представители некоммерческой организации «Диалог». Качественная обратная связь – одна из важнейших составляющих работы органов власти и местного самоуправления. Сегодня основной канал связи с общественностью в социальной сети. Мы каждый день получаем какие-то сообщения, сигналы от людей. Каждый день. У нас практически каждый сотрудник органов власти и управления работает в соцсетях. Исключить всякий формализм. Уже несколько раз мы приводили примеры, что когда пишут про конкретную дорогу или даже дорожку, допустим, до кладбища, не надо отвечать, сколько дорог мы построили в республике за прошлый год. Это никого не волнует. Человека интересует каждый его конкретный случай. Вчера встречался я с военнослужащими, которые у нас сейчас находятся в зоне СВО. Тоже поступил вполне конкретный вопрос, эпизод, кстати, по дороге, приведению в соответствие дороги на кладбище, где похоронен его дед, герой войны. Надо заняться и сделать в одном из районов, коллеги, мы вам материал передадим. В качестве одного из спикеров выступил генеральный директор платформ «Диалог» и «Диалог регионы» Владимир Табак. Он заметил, что Мордовия находится в топе субъектов федерации, наладивших коммуникацию с жителями через интернет. Все главы городов и районов республики ведут аккаунты в соцсетях и оперативно отвечают на вопросы граждан. Отдельно Владимир Табак поблагодарил главу Мордовии Артема Сдунова за активную позицию в этом вопросе. Кроме того, в Мордовии работает Центр управления регионом. Его цель – быстро соединить жителей республики с органами власти, которые могут ответить на конкретные вопросы и решить конкретные проблемы. Для удобства работы этой системы в соцсетях созданы аккаунты всех государственных организаций Мордовии. Таким образом налажен прямой канал связи с населением. Обмен подробной информацией исторически быстрый. Также участники образовательного форума обсуждали, как развивать интернет-коммуникации с упором на качество и пользу для людей. Ирина Семенова, Народные новости. Мусульмане Мордовии встретили праздник Ураза-Байрам. Во всех мечетях республики совершили праздничные молитвы. Как прошло мероприятие в селе Татарский Умыс, расскажут Вячеслав Кузьменко и Сергей Кувакин. Утром в пятницу улицы в селе Татарский Умыс были пустынные. Все собрались на площади возле мечети Аль-Джамик. Праздничную молитву провел полномочный представитель Центрального духовного управления мусульман России по республике Мордовия Рафаэль Манюров. В этой молитве были овеяны временем слова о любви к ближнему своему, нравственному самосовершенствованию, милосердию и состраданию. Затем были зачитаны поздравительные телеграммы. Президент России Владимир Путин направил в адрес мусульман добрые слова. Жизнь мусульманской уммы наполнена добрыми делами и начинаниями. Активно развивается ее взаимодействие с государственными и общественными организациями. Уделяется неустанное внимание образовательным, просветительским, благотворительным инициативам. Была зачитана и телеграмма от Верховного муфтия председателя Центрального духовного управления мусульман России Талгата Таджуддина. В ней также были поздравления с благословенным праздником и добрые пожелания благополучия и здоровья. Приветственные слова в адрес мусульман Мордовии направил и глава республики Артем Сдунов. Мордовская земля – пример многовековой дружбы представителей разных национальностей и конфессий. И в этом единстве сплоченности – неисчерпаемый источник нашей силы. Мусульманская община Мордовии активно участвует в общественной жизни региона, способствует сохранению исторических ценностей, проводит большую патриотическую работу среди подрастающего поколения. Благочестие, любовь к ближним, почитание Отечества выражается в помощи участникам специальной военной операции и их семьям, поддержке наших соотечественников на Донбассе. Добавлю, что мусульманская община села Татарский Умыс также участвует в помощи защитникам России и членам их семей. Только с начала этого года было собрано 317 тысяч рублей. Деньги были перечислены в региональное отделение Российского фонда мира. А в священный месяц Рамадан, в который каждый мусульманин должен творить добрые дела, собрали более 730 тысяч рублей. Мы с вами и Родине помогли, ведь маленькая община, небольшая община, и эта община оказала посильную помощь. Ураза Байрам продолжается три дня. По традиции, каждый мусульманин в это время должен оказать помощь тем, кто в ней нуждается. И только тогда Бог простит человеку его мелкие прегрешения. Завершил праздничное богослужение почетный имам Хатыб Али Хазрат Абдулов. В своей речи он напомнил, что настоящий мусульманин должен сохранять традиции своего народа, укреплять семейные устои, воспитывать детей на праведных принципах добра и милосердия. Он просил помнить о войнах, которые отдали свои жизни, защищая нашу Родину. В центре села стоит обелиск с их именами. Это место священно для жителей татарского умыса. Вячеслав Кузьменко, Сергей Кувакин. Народные новости. Качкуровский район. Мордовия готовится встретить День Победы. В этом году привычного шествия Бессмертного полка не будет. Акция пройдет в абсолютно новом формате. Рассказать о своем герое и присоединиться к Бессмертному полку теперь можно несколькими способами. Бессмертный полк не просто акция. Это одна из самых значимых и близких сердцам многих людей возможность в праздничный день вспомнить своих героев и рассказать о них соотечественникам. В этом году шествия Бессмертного полка не будет. Организаторы акции решили провести ее в новых форматах. Самый простой вариант – это разместить рассказ о героях своих семей в социальных сетях, добавив к посту хэштег «НашБессмертный полк». Фотографии победителей, присланные в разные годы в проект «Бессмертный полк онлайн», 9 мая украсят экраны и медиафасады по всей стране. Еще один способ включиться в акцию – прикрепить к одежде бэдж с изображением своего героя. Также интересную альтернативу организаторы подготовили для автомобилистов. Мы предлагаем разместить фотографии героев, фотографии их наград, краткую биографию, жизненный путь этих героев. Самое главное, когда мы это будем размещать, мы просим, чтобы это не мешало обзору. То есть это боковые задние, может быть, задние стекла, чтобы не мешало безопасности движения. Включиться в эту работу мы предлагаем не только автомобилистам, не только частным, у кого есть свой личный транспорт, но и предлагаем включить целую службу общественного транспорта. Также на сайте Бессмертного полка России для любого формата акции можно празднично оформить фотографии своих героев. Изменит свое название еще одна традиционная, завершающая праздничный день акции «Свеча памяти». В этом году у Вечного огня лампадки будут гореть уже в рамках «Свечи Победы». Отпраздновать великое событие, отдать дань уважения ветеранам, почтить память солдат, не вернувшихся с полей сражений. К великому празднику подготовлено еще множество акций. Новый формат акции – это стена памяти, которая может создаваться, может организовываться в организациях высшего образования, в школах, в каких-либо, возможно, учреждениях иных, ну и, конечно же, в различных других организациях, где каждый работник этого учреждения может принести портрет своего героя. 9 мая будут различные проводиться акции активности, в том числе и в парке Пушкина, в нашем городском парке. Также 25 апреля стартует всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Дарья Баронина, Сергей Соколов, Народные новости. С заботой не только о природе, но и о людях. В столице Мордовии продолжается акция «Чистый город». В ее рамках в Саранске наводят чистоту и высаживают деревья. Возле детского сада номер 9 теперь красуются саженцы липы. Как проходил субботник, расскажут Валерия Новикова и Станислав Семин. Сотрудники штаба общественных помощников депутата Госдумы России Юлия Оглублиной вышли на субботник в рамках акции «Чистый город». Возле детского сада они высаживали саженцы липы. Главная цель – не только облагородить территорию, но и позаботиться о настроении и здоровье жителей ближайших домов. Мы очень рады, довольны, что облагораживается наша территория. Около нашего садика будут деревья. Мы будем их также поливать, ухаживать. Это не то, что красиво, это полезно. К высадке лип присоединились и маленькие помощники. Вместе высадили 60 саженцев. Через несколько лет они станут взрослыми деревьями и будут радовать своей красотой жителей столицы Мордовии. Главное помнить, что от правильной высадки зависит то, как липы будут расти. Выкопать ямку, чтобы корневая система была закрытого типа ЗКС. Полить, притоптать. Где-то через пять они уже должны радовать глаз. Напомню, что акция «Чистый город» проводится не в первый раз. Помимо посадки деревьев, наводят и чистоту в городе. А саженцы предоставила администрация города. Все желающие сделать окружающую среду лучше и чище могут присоединиться к этой инициативе. Акция продлится до конца апреля. Валерия Новикова, Станислав Семин. Народные новости. Развитие университетских СМИ. 21 апреля на базе МГУ имени Огарева дан старт двухдневному всероссийскому медиафоруму. Главная тема обсуждений – важность и пути развития университетских СМИ. Своим опытом работы в медиасреде делятся гости из разных уголков России. Подробнее расскажут Анастасия Каулагина и Владимир Надькин. Ровно год назад МГУ имени Огарева принимал гостей на всероссийском форуме «Университет в медиапространстве. Полная перезагрузка». Главная тема обсуждения – грамотная презентация учебного заведения в мире интернета. Эксперты, блогеры, журналисты, пресс-службы ведущих российских вузов обменивались опытом, обучали студентов и преподавателей продвижению научного и образовательного контента. Спустя год можно говорить и о результатах работы. Во-первых, в том, что команда студенческих СМИ нашего университета примерно месяц назад на межгосударственном форуме студенческих СМИ в СКОВе между Россией и государством Беларусь выиграла конкурс как раз студенческих СМИ. Это результат того, что команда выросла и получила новые компетенции. Второе – это то, что сегодня будет как раз открываться на базе нашего университета один из нескольких молодежных медиа-центров. И это тоже как раз результат прошлогодней работы. В этом году медиафорум затронет ту же тему – работы студенческих СМИ. Будут обсуждаться вопросы, касающиеся корректного и грамотного построения информационного пространства вуза. Ведь в современном мире, если о чем-то не рассказать, кажется, что этого и не было. Социальные сети становятся визитной карточкой, поэтому крайне важно идти в ногу со временем. Помочь в этом могут сами студенты. Они, как никто другой, разбираются в современных тенденциях. Вопросов для обсуждений на повестке форума много. Мы для себя делим на два блока. Первый блок – это форматы. И будем проговаривать с проректорами и ответственными сотрудниками от наших вузов, как же эти форматы трансформируются, как их менять, подстраивать под современные медиа-требования аудитории. А второй наш большой блок работы – это смыслы. Мы хотим проговорить два направления нашей работы. Это популяризация отечественной науки в России и за рубежом. А второй – это защита исторической правды в информационной повестке вуза. Также в рамках медиа-форума произошло значимое событие для развития студенческих СМИ в Мордовии. На базе МГУ имени Огарева открылся региональный медиа-центр Миноборнауки России. Это место объединения студенческих СМИ всей республики. На площадке ребята смогут создавать совместный контент, развивать медиапроекты, организовывать встречи с экспертами и просто творить. Почетными значками наградили тех студентов, которые активно участвуют в формировании информационной повестки Мордовского университета. События посетили и представители медиа-центров других регионов России. Мы работаем очень слаженно, у нас достаточно большие возможности и очень хорошие навыки в различных сферах, как монтаж, копирайтинг, дизайн. В общем, мы, наверное, больше приехали делиться опытом. Ну и, наверное, к какой-то степени узнаем что-то новое от других медиа-центров, потому что все равно нет предела совершенства. Такие масштабные мероприятия дарят не только ценные знания и новые знакомства, но и мотивацию к работе и развитию в сфере медиа. А значит, студенческие СМИ станут более качественными и востребованными. Анастасия Кулагина, Владимир Надькин, Народные новости. 20 и 21 апреля Мордовский педагогический университет имени Евсевьева в очередной раз стал центром работы многочисленных дискуссионных площадок, круглых столов и форсат-сессий. В ВОЗе состоялись 59-е Евсевьевские чтения. Международная научно-практическая конференция собрала ученых и исследователей из более чем 70 регионов России и 12 зарубежных стран. Подробнее о научном событии расскажут Юлия Мамаева и Сергей Кувакин. Во имя науки Евсевьевские чтения – событие важное и всегда долгожданное, причем не только для преподавателей и студентов МГПУ, всего научного сообщества России и стран ближнего зарубежья. В этом году они состоялись уже в 59-й раз. Это уже настоящая традиция. В 2023-м международную научно-практическую конференцию посвятили году педагога и наставника и 200-летнему юбилею со дня рождения выдающегося русского педагога Константина Ушинского. Желающих обсудить проблемы развития, образования и подготовки педагогических кадров оказалось немало. Заявлено свыше полутора тысяч докладов и сообщений. География участников очень обширная. К нам приехали известные российские педагоги, члены-корреспонденты Российской Академии образования, которые представляют разные регионы Российской Федерации. Кроме того, в рамках программы конференции заявлено 12 зарубежных государств. Очень внимательный и серьезный интерес наши и гости, и преподаватели нашего вуза, те, кто заявили свое участие в работе конференцию, оказывают внимание самым разным направлениям педагогического образования. Это и вопросы филологического образования, это вопросы формирования интереса к русскому языку, к родным языкам. Очень широкий блок представлен естественно-научными дисциплинами. Ключевым событием конференции стало пленарное заседание. На нем развучали слова приветствия и пожелания успешной работы. Кроме того, вручены высокие награды. Ректор МГПУ Марина Антонова отмечена благодарностью Российской Академии образования за плодотворное сотрудничество и поддержку деятельности Мордовского научного центра РАО. Подчеркнут высокий уровень подготовки преподавателей и студентов университета. Вуз показал самое результативное участие среди всех организаций. Во всероссийском конкурсе молодежных образовательных проектов «Территория культуры». Я хочу сказать, что наш педагогический назвали самым урожайным университетом в данном конкурсе. И получили свои заслуженные награды наши преподаватели, которые выступали в качестве экспертов данного конкурса, а также готовили наших студентов. То есть вот эта достаточно высокая оценка свидетельствует о том, что мы на верном пути, что мы готовим востребованные педагогические кадры. Миссия конференции – глубокое и всестороннее осмысление современного состояния науки, определение актуальных направлений и тенденций развития научно-исследовательской работы вузов. Чувствуется, что собирается круг единомышленников, которые заинтересованы в развитии педагогического образования. В целом, вуз, вот сама обстановка в вузе производит очень приятное впечатление. Мы видим современно оборудованное пространство, мы видим воодушевленных студентов. Знаете, на меня сегодня очень сильное впечатление произвело исполнение гимна, когда вышли эти замечательные девушки и так хорошо пели. И я понимаю, что вот они придут в школу, они смогут принести вот эту патриотическую и гражданскую составляющую воспитания. Известные педагоги, ученые и исследователи страны не только приняли самое активное участие в работе конференции, но и успели поближе познакомиться с наполнением и материально-технической базой вуза. Для них организовали обзорные экскурсии, в том числе по площадкам технопарка универсальных педагогических компетенций. Именно эти пространства позволяют учителям будущего максимально подготовиться к предстоящему ведению школьных уроков. Когда профессионал учится вот в таких условиях, в которые хочется приходить, где хочется оставаться, где хочется творить и создавать что-то новое, это безусловно здорово. И мне очень приятно видеть, как обновился университет, какие помещения, какие корпуса, какая замечательно креативная территория создана. Долгие годы педагогическое образование было в догоняющем режиме. Школы были оснащены лучше, значительно лучше, чем педагогические университеты. Вот здесь, в Мордовском педагогическом, я вижу, что школам есть что догонять. Это здорово, потому что молодой учитель, который приходит в школу, мы должны работать на опережение. Он должен быть готов работать не сегодня, а завтра. Вот здесь я вижу, что ребят готовятся именно к работе завтра. Абсолютно все дискуссии и форсайт-сессии прошли максимально оплодотворно. Можно с уверенностью заключить, что 59-й Евсевьевские чтения состоялись. Юлия Мамаева, Сергей Кувакин. Народные новости. Не первый раз театр оперы и балета имени Яушева проводит обменные гастроли. В этот раз в рамках сотрудничества на сцену выйдет труппа артистов из Рязанского областного музыкального театра. Гости привезли постановки на любой возраст и вкус. Чем рязанские артисты удивят саранскую публику 22 апреля, расскажем в сюжете. Сейчас на сцене проходят последние репетиции. Уже совсем скоро зрители смогут насладиться игрой новых, ранее незнакомых артистов. Команда признается, достаточно волнительно знакомиться с саранской публикой. Такое волнение очень дрожащее. Это всегда ощущение чего-то, возникающего вновь. Потому что новый зритель — это практически как еще раз пережить премьеру. Для коллектива это всегда волнительно, для коллектива это еще и определенный экзамен. В репертуаре Рязанского театра отдается предпочтение мюзиклам и оперетам. Именно эти жанры и будут представлены публике. Первым в субботу пройдет детский мюзикл «Остров сокровищ» по одноименному роману Роберта Стивенсона. Увлекательное путешествие, которое обрамлено задорными танцами и песнями, маленькому зрителю придется по вкусу. Это индивидуальный такой продукт, который вы практически ни на одной сцене не видите. Все равно мы очень часто видим, что один и тот же мюзикл транслируется на разные площадки. В данном случае это практически такой уникальный спектакль. Очень интересный, веселый, дети с большим удовольствием слушают. Завершатся гастроли классической опереты королевы Чардаша или Сильва. В репертуаре Рязанского театра эта постановка уже 10 лет. Она почти всегда собирает полные залы, любима всеми зрителями. Страстная, яркая и звонкая оперета не оставит никого равнодушным. Это классика. У нас ведущие артисты в этой постановке. Люди очень опытные, обладатели многих премий и областных, и всероссийских. Так что я надеюсь, что они вас порадуют своей энергетикой, видением роли. Это первые гастроли Рязанского театра в Саранске. Но с таким интересным репертуаром приезжие артисты запомнятся публике надолго. Анастасия Кулагина, Сергей Соколов, Народные новости. И в пир, и в мир, и на сцену. Жительница Тенгушева Мария Копнинская создает своими руками уникальные вещи. Яркие сценические костюмы, необычные жилетки и сумки. Мастерица с легкостью даются и одежды, и аксессуары, и вещи для дома. О человеке с золотыми руками. Следующий сюжет. В ее руках любая ткань обретает форму и превращается в практичную вещь или произведение искусства. Мария Копнинская может шить все, что угодно, от кошелька до стеганого одеяла. Сейчас в разгаре подготовка к 9 мая. Нужно успеть дошить гимнастерки для выступлений. 10 комплектов будут готовы в срок. Затем будет подготовка к другим праздникам. Сценические костюмы – то, чем мастерица занимается последние годы. Артисты дают начало. Я уже его дорабатываю, готовлю эскизом. Я им показываю. Делаем начальную, первую модель. На артиста меряем, что понравилось, что нет. Добавляем красоту какую пришить. Мастерица шьет вещи более 30 лет. Работала на фабриках технологом и заведующей производства. Занималась индивидуальным пошивом. Глядя на работы Марии Копненской, сложно подумать, что эта профессия в ее жизни появилась практически случайно. Хотя шитье и вязание были с ней с самого детства. Я закончила 8 классов и поехала в Москву поступать на фармацевты. Ну, не поступила из деревни, из периферии. Ну и стала выбирать, куда пойти учиться. Мы ходили там с сестрой по заведениям, по учебным. И нам встретилось вот это училище, швейное училище. Ну, зашли, поглядели. И что-то сразу отдала документы. Сдали и пошло-поехало. По этой линии вот я всю дорогу училась. Шесть лет училась по швейным производствам. Потом было еще одно обучение. С появлением новых технологий мастерица начала самостоятельно изучать новые техники. Так, например, в ее жизни появилось лоскутное шитье. В этой технике она создает одежду, аксессуары, одеяло и коврики. Попробовала вот так вот прям сильно. И не могу оторваться. Все больше и больше хочется. Сначала рисую, потом лекала. Потом вырезаю. Всякие квадратики, всякие треугольники. Подбираю нитки, ткани очень много. Нужно для лоскутной техники. Разные. Сейчас созданные золотыми руками мастеры вещи находят своих хозяев в разных городах. Екатеринбурге, Самаре, Тольятти, Москве и многих других. А в ее костюмах выходят на сцену артисты из Тингушева, Нараватова, Сакаева и Шокша. Ольга Данилова, Александр Овчинников. Народные новости. Тингушевский район. 21 апреля, в День памяти знаменитого художника Ивана Макарова, в изобразительном музее имени Эрзи прошло детское суаре у Макаровых. Концерт-беседа помогла жителям столицы, в том числе и детям, погрузиться в атмосферу и историю русского мира 19 века. А способ выбрали весьма нестандартный. Детское суаре у Макаровых мероприятие уже традиционное. пригласили на него всех желающих, среди которых были и юные любители искусства. Главная цель – дать зрителям почувствовать атмосферу тех лет, а помогли в этом ученики и воспитатели детской музыкальной школы номер один. Они подготовили концерт из произведений русских композиторов 19 века. Несмотря на то, что Макаров и его жена были близки к художественному творчеству, музыка в их доме не умолкала. Ведь искусство очень тесно связано между собой. Из 11 детей художника по стопам отца не пошел никто, но многие имели музыкальное образование. У них даже был свой домашний оркестр, потому что Ольга Николаевна на фортепиано прекрасно играла, Ваня играл на кларнете, портрет Ивана Ивановича Макарова у нас здесь в экспозиции, а вот их младший Сережа, он прекрасно играл на скрипке и уже в 10 лет занимался в консерваторских залах. Также участники «Званово вечера» среди картин Ивана Макарова узнали подробности творческого пути и жизни художника. Валерия Новикова, Владимир Надькин, Народные новости. На этом у меня все. Далее вас ждет прогноз погоды. В студии была Татьяна Бажанова. Оставайтесь на нашем канале. До встречи.